приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня обещанный рецепт яблок моченых с добавлением капусты и вкусного сиропа мы обещали мы выполняем а мы это раиса горяченко александр волик который проживает в городе измаил это юг украины юг одесской области у нас еще сравнительно плюсовая температура и даже сегодня очень тепло луна находится в знаке телец 21 октября 2021 года квасить капусту можно также яблоки готовить на зиму все это можно делать поэтому мы заранее перед посадкой чеснота которая будет на завтра готовим вот это прекрасное блюдо на зиму что нам до этого понадобится а понадобится нам в первую очередь вот сами яблоки вот нужны вот такие golden de luce желательно чтобы они уже спелые были но не переспевшие они у меня видите какие есть и вот желтоватые и зеленоватые тут даже вот такое есть яблочко самое главное чтобы не красные красные тоже можно но вкус у них не такой мы уже сколько раз проверяли вкус и внутри вот эта консистенция яблока которая уже проходит вот этот процесс квашения мочения он совсем другой здесь рассыпчатый такой вкус аромат аромат конечно может и в других яблок быть но вот этот golden de luce неповторимый аромат его нельзя ни с чем спутать и сравнивать даже нельзя ну вот так нам нравится и очень очень давно наши родители так готовили и теперь и мы готовим и так что мне надо для этого рецепта мне нужны сами яблоки еще капуста здесь у меня капуста я половину взяла капусточки потому что я на ведро хочу именно яблоки поквасить замочить заквасить мне понадобится 9 килограммов яблок я уже купила их у меня таких яблок нету на рынке есть капуста здесь где-то три килограмма капусты я ее не буду шинковать а просто для аромата вот этот аромат с детства когда капуста вместе с яблоками проходит этот процесс приготовления очень вкусно получается поэтому мне нужна капуста еще мне нужна соль и сахар и сейчас я вам расскажу что нужно делать для того чтобы приготовить вот это прекрасное блюдо на зиму готовлю рассол нужно его закипятить вода нынче у нас не очень хорошая поэтому используем вот это кипячение ну и время такое сейчас что надо кипятить что мне для этого надо 5 литров воды далее 100 граммов соли каменной и пол килограмма сахара я включила газ в кастрюле вымерила воду мне 5 литров надо и вот на 5 литров 100 грамм соли и пол килограмма сахара и довожу до кипения как закипит мы все это покажем ну все закипела водичка буквально пару минут минут вот этот уже сироп так называемый покипит выключаю и остужаю до теплого состояния а тем временем сейчас займусь подготовкой яблок и капусты к тому чтобы их заквасить готовлю ложе для яблок на дно ведра это может быть любая другая посуда просто у меня емкость на 10 литров то есть ведро 10 литровые эмалированные здесь выкладываю на дно у нас капусточка можно еще вот я порезала капусту можно еще кусочек все пропиталось ну а теперь яблочки так хочет она пусть будет мы выкладываем яблоки таким образом всю площадь выкладываем яблочками я уже измерила у меня как раз очень хорошо получается еще могу немножко еще капусточки положить и так у меня ведро уместилось восемь с половиной килограммов яблока они получаются очень крупные надо брать помельче помельче 9 килограмм меня уже вмещалось и теперь сверху выкладываю вот так накрываю капустой капусточка полностью капустными листами ой как это вкусно закрываем полностью все яблоки я уложила ведро ну и часть капусточки вот так листиками и не укрывают но прежде чем полностью укрыть у нас уже рассол теплый видите он внизу там у него осадок поэтому легонечко заливаю яблочки обязательно чтобы остыла уже рассол нужно рассол в сироп еще полная по моему да точно вот 5 литров мне хватило очень хорошо теперь укрываю вот так вот капусточкой и теперь у меня специально есть такая ткань для того чтобы квасить капусту естественно яблоки квасить устанавливаю здесь крышечку это все выравнивается красиво складывается и занесем в нас холодное помещение есть не погреб погребе тепло в холодном помещении прохладно и сюда мы установим тяжесть для того чтобы был гнет обязательно нужно гнет и еще сразу же хочу предупредить что яблоки будут забирать вот этот рассол поэтому нужно будет обязательно доливать рассол через время недельку посмотрели оно будет опускаться чтобы вот это сверху не почернело ни капуста ни яблоки и постоянно будете добавлять где-то я раза три доливаю по литре воды чтобы вы знали при не просто воды основа же туда на литр воды ставлю две ложки столовых сахара и чайную ложечку соли закипятила остудила и сюда долила вот такой у нас сегодня рецепт моченых яблок с капустой в ведре 10 литровом рецепт уже известен вам ну а сейчас рассмотрим полностью календарь возможных дней благоприятных дней для того чтобы заквасить капусту яблоки и все что вы желаете в ноябре месяце 2021 года в ноябре будет два замечательных больших периода для того чтобы заквасить в первую очередь капусту а также приготовить моченые яблочки можно их с различными начинками есть разные рецепты но мы поделились с вами своим рецептом который нам очень нравится а сейчас вот эти периоды очень хорошие для того чтобы подготовиться к зиме и приготовить очень такую хорошую вкусняшку то есть вкусные яблоки с капустой время московское в козероге такой первый период начинается при растущей луне 8 ноября с 2 часов ночи и до конца суток 9 ноября все 24 часа еще один такой большой еще больше период в знаке телец при растущей луне будет 7 ноября начинается с 3 часов ночи и до конца суток 18 ноября все все 24 часа а вот обратите внимание 19 ноября с 0 часов и только до 12 часов не позже там уже позже пойдут энергии совсем другого знака и естественно капуста будет суховатой и не такой вкусной и естественно яблоки то же самое ну что ж ариса горяченко александр волик подготовили сегодня это видео для вас мы показали свой рецепт который мы готовим уже не один год и делимся с вами а также мы вам рассказали как выбрать лучшие периоды в ноябре месяце для того чтобы сделать вот такие вкусные заготовки на этом мы прощаемся с вами желаем вам всего самого доброго до новых встреч на нашем канале и и Продолжение следует...